Друзья, приветствую вас в 24 марта 2023 года. Это, как всегда, Данти Герасимов и канал, где мы вместе с вами стараемся развивать нашу компьютерную мастерскую. И не только мастерскую, я показываю компьютерные, жизненные, истории, вообще в целом, просто вот как жизнь у нас обстоит. Очень ценю за то, что вы нас поддерживаете, особенно те ребята, которые подписываются на канал, там ставят колокольчики, пишут комментарии, это очень помогает нашему общему продвижению. За это я вас прям искренне ценю. В сегодняшнем ролике, друзья, мы находимся с вами, все по-прежнему в Воронеже. Как вы догадались, мы пытаемся открыть с вами третью компьютерную мастерскую. У нас уже хорошие успехи наметились, но выходные грядут. И, в принципе, пока что по Воронежу основные все задачи решены, мы уже в легком ожидании их выполнения. То есть, там мебель будем делать, остальные вопросы решать. Так что я, скорее всего, на эти частичные выходные возвращаюсь в Белгород, там порешаю вопросы. И лишь уже там со следующей недели буду возвращаться, будем дальше продолжать некоторые моменты решать. Но учитывайте, что если вдруг вы захотите забежать, то, скорее всего, офис будет просто закрыт, нас тут не будет. И также сегодняшний ролик, друзья, он будет не совсем стандартный, потому что, по сути, его основная часть будет взята со вчерашнего дня, где я пришел посмотреть на мастерскую одного очень хорошего человека, которого вы уже знаете. Так что вам приятного просмотра, друзья. И не забудьте все-таки подписаться на канал. Это, еще раз говорю, очень сильно нас поддерживает. В любом случае, приятного просмотра. Погнали! У нас сейчас важный момент, тоже сейчас согласуется. Опять же, Вова, вы уже знаете всех, кулачок, да. Ребята, сейчас активность наводят, будем делать, получается, жалюзи, да? Мне все в комментариях указали. Рулонные шторы. Рулонные шторы. Получается, поскольку у нас здесь окно идет с таким вот верхним, большая форточка проветривания, будут делать две. То есть, одну закрепят вот здесь вот, она будет опускаться заподлицо, получается, за батарею. И сверху тоже на магнитиках будет к верхней части. То есть, ее можно будет открыть, она мешаться не будет. И, соответственно, обе части можно будет регулировать. Здесь у нас, получается, будет оранжевый блокаут, ребята, там. Где у нас он? Можно я тоже еще раз покажу. Вот такой вот он прям, хорошая плотность. И там у нас, поскольку витраж еще больше материала такого нету в данный момент, сделаем мы не полностью блокаут, но тоже оранжевый, тоже видно не будет. И тоже он спокойно сюда заподлицо упадет. То есть, все будет очень симпатично, учитывая, что еще диванчик сюда встанет. То есть, никаких сложностей у нас в этом отношении возникнуть не должно. Я рад. А, ну еще и дверь. Дверь тоже нужно будет сделать. Чтобы, опять же, вечером могли там все закрыться, чтобы никто никого не отвлекал. Это удобно. И дверь тоже, ребята, сделают, поскольку она будет открываться. Что ты говоришь, что там, получается, она в коробе будет идти, да? В коробе будет, да, и направляющих. Чтобы при открывании она, как говорится, не ерзала ни туда, ни сюда. То есть, должно быть все эстетично. Ну и в такой же цвет, как и вон то окно пойдет. Отлично. Проект, соответственно, нашей мебели вот так теперь выглядит. У нас будет в таких вот светлых тонах. И оранжевая окантовка сделана. Плюс еще Денис, любезно, вон, виновник торжества. На, получается, стол приемки уголочек этот будет скруглен. Чтобы люди, естественно, не бились, не цеплялись. Ну и в целом это вот у нас такой плюс-минус финальное вот такие вот решения. Интересно будет посмотреть, насколько удобна будет вот эта вот полка витринная под системники. Потому что, опять же, сколько тут... Тут непонятно будет, как ходить. Потому что системники все разные. Плюс-минус. Это будет действительно интрига. То есть, нижние под большие, крупные. Тут под меньшие. Ну, посмотрим. Надеюсь, все же это будет достаточно удобная конструкция. В любом случае, протестировать, как говорится, стоит однозначно. Друзья, ну и помимо открытия и развития собственного сервисного центра HappyPC, я еще безумно люблю показывать то, как другие ребята организовывают свою помощь компьютерную другим людям. И у нас есть вот такой вот симпатичный офис под номером 901. И здесь, посмотрите, от руки написано компьютерный и цифровой сервис. Компьютер и ноутбуки. И внутри сидит человек, которого вы уже знаете, но вам будет интересно. Я думаю, окунуться в атмосферу то, как это все дело, грубо говоря, выглядит. Это, друзья, компьютерный сервис Жени и его напарника. Вот, Женю вы уже знаете, как парня, который я очень надеюсь, то, что как мы их откроем в HappyPC в Воронеже, он называется, будет помогать именно вам там. Но, а сейчас, пока мы еще там, сказать, находимся на старте всего процесса, Женя, как зовут, забыл напарника? Вадим. Женя с Вадимом трудятся и помогают люди вот в своем таком вот сервисе. Он, надо признаться, не такой уж и маленький. То есть, бывают гораздо более компактные сервисы. Сколько здесь квадратов в сумме? 30 квадратов и 0,3. 30 и 3 квадрата. 30 и 3 квадрата? 30 квадрата, это больше, на самом деле, Женя, чем мы начинали в подвальчике. У нас в подвальчике было 25 квадратов. А, ну я начинал с 18 квадратов, вот это уже второе наше помещение, получается, которое мы были напротив, и у нас только вот эта часть была. А, а тут добавились еще парочку комнат. Да. Слушай, ну, Жень, иди сюда, давай, действительно, у меня сегодня видео такое в целом, прям интервьюшное. Расскажи, пожалуйста, что, где, почем, имеется в виду, как все это дело выглядит. Вы находитесь, признаться, на 9 этаже. На 9 этаже в бизнес-центре. Потому что тут было очень выгодно это, так сказать, по условиям, по всем, по пожарным, по интернету, все нам. Давай сразу скажем, сколько стоит аренда, допустим, если ты захочешь воронить. Точная цифра 16,995 рублей. Ух ты, прям так. 17 метров, ой, 17 тысяч рублей. И коммуналка около 2 тысяч. Коммуналка около 2 тысяч. И за интернет вы сколько платите? Полторы тысячи. Короче, в общем, 20 с копейками тысяч рублей в сумме выходит все вот это вот на эти траты. Первое, что я вижу, у тебя есть стеллажик, прям витринка. Стеллажик примерно такой, на обзорчик подувствия, это DDR-очки старые, 1 гигабайт, которые так для вида лежат, чтобы были понятны. И все они рабочие, кстати. Вот Pentium, Pentium, B-шки, которые были сапгрейжены со старых букв. То есть небольшая импровизированная витринка. Кстати, это те камеры, которые ты говорил, что у тебя есть? Да, камера одна штучка стоит. Это вот эта, которая вай-фай ты говорил, да? Да, вот эта взять, она такая простенькая, но хорошая. Full HD снимает, 24 на 7 нормально все чувствует. Так, интересно. Это полировка от компов нам отдали бесплатно. Вон видюшечка такая, затычка тестовая. На нам у нас специализация была улучшение ноутбуков. Мы в максимальном состоянии все обгреживали, все работают, все как новенькие. Аккумы живые. Это какая, 710-я, 700-я моделька? 710-я, 710-я, да. Ну она там игровая, а седьмой, который снимаешься, можно улучшать его тоже. Сейчас BGA все в пайке, а это еще BGA, то бы что сокет. Нормально. Можно быть G3-я. На выдачу, скажи, это ты все подписывал? Это, да, это я подписал, но это тогда еще было... Вы такие душевные ребята, и вывеска на двери тоже рукой написана. Да, есть 3D-модельки, ведьмочка за жетон пришли приклеить. Так, и наверху тоже два агрегата, которые, я так понимаю, на продажу. Да, 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 но нет, один мы наулучшали, вот, товарищ должен подойти, мы его там SSD-шку M2-шку ставили, по-моему, и оперативку добавили, и под системку накатили, такую простенькую, теле на нем и поиграть. Тут, кажется, 940-го AMX, там, игрушечки 16-го, 15-го года потянет нормально, среднечком. Так, а внизу, я смотрю, баскербойники прям серьезные. Притащил мне товарища эту систему на улучшение, тут Celeron E6400, там оперативочки добавили, это просто офисный вариант за, там, 3000 рублей для Word, Excel, идеальный момент. Он не хотел особо сказать, он хороший, нормальный, даже игрушечки там можно поиграть, такие мелкие. Понял. А, ну это бесперебойники. Откуда столько? Это мне отдали, айпоевские 550-ые, там, один акум просто уже мертвый, вторые, три остальные живые, товарищи уже, их уже забирают. И так человек сказал, я их забираю, мне нужно для офиса. Понятно. Так, идем дальше сюда, что вы там? Также мы занимаемся 3D принтером, 3D печатью, 3D... Это вот напарник, да? Это да, по большей части напарник занимается. 7 рублей 1 грамм, тут даже у него... Вот 7 рублей, да, вот 1 грамм, но... Интересно. Ну вот, есть увесицы, которые заполнены, например, 100%, а вот эти вот, это другая печать, фотополимерная печать, 15 рублей. Она, получается, очень высококонтрастная печать, получается, очень, как сказать, детализированная, получается, и очень прочная. Она из жидкого состояния, получается, делает ультрафиолетом, делает фигуру саму. Интересно. Очень высококачественная печать, получается, но она, соответственно, дороже. А тут вот... А это что за такие... Это корпус мы делали для вольтметра, анализировали это там на рекламу, чуваку на вывеску, например, кому-нибудь делали. Механизмы, вот, дублировали шестереночки для робота-пылесоса, по-моему, шестеренка такая скосилась у него, все зубы, и вот по аналогии мы сделали из 3D-печати. Очень круто. Вот такие механизмы, кстати, по этой шкатулочке такая маленькая, просто сразу напечатаешь, один раз проворачиваешь, и все. Обалдишь. И она так делается, да. Чудеса. Ну, это мелкие такие вот примеры тоже. Детальки, да? Ручка для ножика была, ну, такого варианта, чтоб только не придумаешь. Я понял, я понял, Женя. Ну, у вас очень душе, надо признаться, аккуратно так. Мы стараемся по чистоту. Старай и порядок, это главное, я считаю, в организационных моментах во всех этих хорах. Золотые слова. Золотые слова, но далеко. Без этого никак, ничто никак. Как, чтоб в хабстве все не превращать, обязательно. Да прям чересчур, даже аккуратно, я прям не ждал. Я смотрю, вы большие любители игрушек. Игромания. Мои плакаты я журнал. Да, с 2003 до закрытия журналов, я так собирал, увлекался. Стоп, а у тебя что, дома есть эти журналы? У меня журналы я уже отдал, там в коллекцию, у меня и выкупили, там 200 штук, по-моему. 200 штук у тебя журналов игроманий было? Ну, с 2003 по 2015. Хоть один-то остался? Есть, есть. Дома? Да, дома. Там лучше все домой съездим тогда уж, если на то пошло. Прототип, игромания, игромания у каждого мужика, блин, в сердечке. Плакаты, наклеечки я все собрал, прям вот. Просто не стал продавать, на, ну еще вот. Нифига себе, это какой-то. Это нам девушка подогнала за подарок из этого Fallout 4, список навыков, ну просто, наверное. Слушай, хорошая стена вот тут. А, тут у нас задачи, мы клеили, типа, наклеили, типа сборки, такие собирали, типа. Кстати, достаточно удобная вещь, и ты сразу видишь, что... Панель задачи такая наша, секунда, секунда. Панель задачи, возможно. Секунда, ага. Так. О, жизнь. Перезвоню, срочный вызов. Ну, бери, бери, конечно, и давай я там. Подключусь. Иди, ага. Сейчас, продолжаем. И мы попадаем очень в уютную, я так понимаю, именно саму мастерскую. Да, да, у нас творческие процессы, немножко у нас тут бардак. Мы тут после вчерашнего... Порядок должен быть на приемке. На приемке, да, я должен быть видеть, что творится, как бы, за кулисами, чтобы не беспокоить. У нас тут небольшой... Так, журналы игромании, Battle Soul 3, Battle Soul Bad Company 2, ну, ты прям ценитель. Где твое рабочее место? Мое вот это рабочее место. Я вот тут в последнее время возился с PlayStation. У нее пятая плойка, у нее кнопка залипала. Пришлось разобрать, она там просит от жира, от пальцев, от всего, от грязи, от пыли. Она немножко забилась, и поэтому человека не выключалась она порой. Понял, понял. Вот, пришлось исправлять. А, она с джорсика включалась, а так она с кнопки заново включалась. Ну, чисточка обычная, профилактика, это нормально. Вот, я еще что сделал, мы страдали немножко фигней, магнитные моменты, чтобы болтики не терять. Сам вырезал вот этот магнитный винил. Ничего себе. Ну, вот такое, представляете, такой стол вот у тебя с магнитом? Он никак не влияет на технику, но вот на болтики прям оп, и не теряются. Это идеально. Тут у вас по оборудованию расскажите, что им есть. У нас это легкая паяльная станция была. Что это за фирма? А, это блок питания, прошу прощения, блок питания, паяльничек. Квиковский, 20 на 2, да. Сам такой у нее целый, квик, воздушка, воздушка, да. Классика жара. Что бы мы снимали, вот, чипы с ней. Микроскоп, я смотрю, у вас вот такой небольшой есть. Большой, собственно, купили тоже товарищи. Это оборудование практически все товарища моего. Он занимался, не часть мы убрали, чтобы она глаза, как бы сказать, не мазорила. А тут телефоны разогреваем, вот, снимаем, чиним. Диагностику тут проводим, мелкие детали паяем. Ну, так нам пока хватает для наших задач. Ну, и вот, собственно, тут стеллажик с продукцией, который надо починить. В текучку. В текучку, да. Ты сейчас чем занимаешься, допустим? Я сейчас, у меня два ноутбука, я сейчас занимаюсь. Мне надо будет восстановить одну дорожку. Человек решил поменять SSD сам. У него получился болтик не мог выкручивать, и болтиком, так сказать, отверткой не туда попал и пробил дорожку. Ничего себе, ты будешь восстановлением дорожки снимать? Да, я устанавливаю дорожку. Есть и зеленка, есть и все остальное, как и утрафиолетовая камера, чтобы застыла все нормально. И получается, вот, она рабочая, принц, а только дорожка, которая ведет по питальнику вся. Ну, шикарно просто. Это 3D принтер, как минимум. Да, да, 3D принтер сам. Мендер третий. Наш вообще рабочий красавец. Он себя уже показал очень хорошо, достойно. Вот на нем все делается? На нем, да, мы все делаем. Вот штативы, которые мы производим, собственно, и на нем часть деталей для облегчения конструкции. Вот этот железный монстр. Обалдеть. И у нас их заказывают, их несколько штук. Уже штук 20 мы отправили по разным городам для ювелиров, для других мастерских. Мы их будем продвигать? Я думал, в мастерскую обязательно, в белом. В белом цвете нужно будет. Есть черный вариант, есть у нас белый вариант. Ну, все, как бы. В белом цвете он прям очень крутой. Ну, это аналог Акробата, который под сотку стоит в любом месте. У нас он до 40, там, в максималке. Примерно такого плана. Шикардос. Так, а инфракрасная у вас нет? А, инфракрасная, она вот такого простенького плана. Она здесь у нас стоит. Вот. Все, когда необходимо разберем. Мы чипы, сейчас только хабы пару раз перепаяли с букв. Меняли и чем 70 на 76. Чтобы там и третьего поколения, просто второго. Там же бывает так, что... Ну, конечно. Все нормально получилось? Да. Не с первого раза, честно. Не с первого раза. С раза третьего только получилось поставить его. Но опыт хороший. Да. Это было. И мы прям радовались, как дети. Что реально смогли нормально на этом оборудовании. Это, конечно, не супер. Ну, безусловно, безусловно. Так, понятно. Ваша инженерная зона. Да, наша инженерная. Она у вас хотя бы есть, в отличие от нас. Да ладно. Ну так. Тут у нас еще складик есть небольшой. Давай небольшой складик. И зона легкого, так сказать, тестирования стояла. Собственно, складик. Это наши старые тапки. Тут местные. Это ничего страшного. Ну, тут нормальный такой мужской запах. Складик. Тут получается... А это все для апгрейда ноутбуков. Мы брали, заказывали. А седьмой, а седьмой, а ребяты. Все меняем. Оперативочка по 8 гигов. Это да и так. Четвертое. По 16 гигов. 8 гигов. 4 гигабайта. Мелочь, которую нам оставляли для апгрейда компов, например. Родиончики. Ой, под райзеные окулера стандартные. Ну, давали добро. Пожалуйста, если сказать. Мы возьмем с удовольствием. Куда-нибудь да пригодится. Это всегда можно деть. Видюшечку вот нам отдали. 640-ю без доп. питания. Она как идеально для проверочной. Аккумуляторы для ноутбуков живые. Тут деталюшки проверки. Типа матрицы. Вот. Меняли она полностью рабочая. Для тестировочной 30 пинка. А тут дисплей мака на 1466. А, нет. 2159 ААФКа. Макбук. Прошкой. Да. Вот это. Ну и дополнительные корпуса под ноутбуки. Детальки такие. Расходники. Модемчики. Все для телефонов. Ну, тут по... Мы по коробочкам разбили деталюшки. Протцыки. Третьего поколения. Ай-3. Ух ты. Слушай, достаточно много классов. Все живые. Все хорошие. Все тестируются. Не ужалины. Ничего не пробиты. Просто Ай-3 меняли на Ай-7. Например. И куда девать. Ай-3. Ай-3. Я вижу. Понятно. Это третий и второго поколения. Протцыки. Протцыки, да. Это стопудово ты подписывал. Это я подписывал. Тут процы, а тут процыки. Как это понять? Это уже Сэнди Бридж, что ли? Это Ири Бридж. Это уже посерьезнее. Да, да, да. Это процыки. А это процыки. У них и теплове отделение. Меньшая производительность. Выше... Конечно. Но в 65-67 их не вставишь. Несовместимость. К сожалению. К сожалению. Ну и селерончики. Прости. Просто которых жалко выкидывать. Да и нет. Приходят, забирают люди. Например, кого-нибудь там простенький такой. У них аппарат умерет. 100 рублей. Извините. Пожалуйста, берите там. Или за конфеты приходите. Мы отдаем. Ну что, за конфеты? Ну да. Печеньки наприносят иногда так. Добрые вообще люди. Мне прям душ так греет. Красавчик. Ты супер добрый чувак. Я прям это чувствую. Ну, без этого никак. Сколько у вас уже получается с напарником мастерская? Чисто вот мы 1 сентября открылись. То есть полгода. Полгода мы вместе как бы работаем. Мы знаем друг друга уже десяток лет. Вместе там тренируемся, занимаемся, общаемся. Компания общая. Ну вот. Доверяйте. Решили заняться. Да. Я со своей старой работы ушел. Ну, мне, так сказать, уже двигаться не было некуда. Но желание у меня возникло. Давайте свою мастерскую попробуем. Мы с ним в хорошем общении. Вот решили сначала с маленького помещения попробовать. Вроде получалось. Вроде отлично. Правда, без выходных мы тут работаем. Жень, ну вот такой вот вопрос. Поскольку, Криса, если я тебя такого красавчика забираю в Happy PC, вот, каково это? Ну, то есть тебе придется, что это мастерскую как бы частично оставлять? Частично, да. Товарищу мы с ним говорили по этому поводу. Я постараюсь на два фронта, как бы я не могу бросить свое детище, но есть желание в Happy PC. Может быть, потом, попозже это даст объединить как-то. Ага. Своими идеями, своими вещами. Ну, понятно. Но с напарником в этот момент как-то проговорили. Он, я так понимаю, тоже, что вы же тогда приходили? Да, да, да. Да, если что, как говорится, вы оба готовы. Ну, Крутяк, если не секрет, опять же, ты можешь сказать, всем уже интересно, сколько, допустим, ну, приблизительно, может, от и до сказать, получается, допустим, на двоих в мастерской, то есть 20 тысяч у вас траты получается. Сколько действительно, как сложно, вот, поиск клиента, как вы их находите, и какой заработок плюс-минус месячный от и до. Так, можешь говорить, можешь нет. Примерно у нас было от 30 до 50, вот это, вот, самое максимальное, там, 50 было у нас в январе, когда мы там уже, вот, все любители подарков, в январь месяц у нас самый такой был хороший. Так, 30-ка, 35 у нас среднячком на каждого, получается, чисто выгоды, без затрат. Ну, то есть это, это, это уже, как говорится, финальные твои денежки, которые ты получаешь. Удовлетворение есть? От этого дела, да, очень есть. Прямо это нравится, это даже спокойствие, ты ощущаешь такое, тебя ничто не отвлекает, ты занимаешься им делом, это для души больше, даже интересней, я бы сказал. Нет, не напряжено, это не напряжено, как напряжено в других там местах. Интересно, ну, что может быть, если тебе интересно, это как бы твое хобби, твоя работа, и она еще приносит пользу, и получаешь ты деньги, это, в принципе, хорошая вещь. Ну, я крутяк, крутяк, друзья. Ну, у нас вот получился вот такой вот небольшой добрый обзор мастерской Жени и, блин, Жени и Вадима, извини, у меня на имена все в голове перемешалось. Жени и Вадима, крутяк, я тебе могу сказать, это очень уютное местечко, где ты действительно можешь заниматься любимыми делами. И, по сути, это вот такой маленький... Я думаю, вопросы об опыте у меня немножко отпадут потом у зрителей. Нет, что-то переживал в этот момент. Нет, Женька, да. Долго заниматься. Ну, 2008-го я так на своих руках, там, не всегда. Последние пять лет я более плотненько этим занимаюсь по всем, как бы, направлениям. Не только там подборы, но и ремонты, кабель-менеджмент, подборка самих комплектующих, теорий очень много изучают по всем видюхам, по дискам, ну, и, как сказать, и топологии, все эти технологии узнаешь. Слушай, ну, еще такой вопрос. Я могу точно сказать, а, понятное дело, вот здесь атмосфера такая спокойного характера. То есть у вас, как бы, понятное дело, что клиент каждый там пять минут не заходит, вы там, так сказать, помогаете друг дружке. А ты, человек, все-таки, я так понимаю, ты же больше любишь уединение или... Да нет, я любитель пообщаться с человеком на темы, там, обсудить компьютеры... Я в том плане, суета, допустим, компьютерной мастерской, хппси... Нормально, нормально, да. Да, это не столько привычно, когда тебя люди прямо вот так досконали. Что это, что это, не давит тебе на голову, ты с ним нормально общаешься, и в процессе общения можно там нормально все выяснить. Нет такого, чтобы какой-то агрессии, есть позитивные моменты вот в общении. Практически только так и работаем. Ну, крутяк. Крутяк. Ну, да, как ты рассказываешь, там, понимаешь, объясняешь ему дисконально, он понимает это, и, главное, ты простыми словами до него мысль доводишь. Это же получается нормально, когда человеку рассказываешь, и он все понимает. Тут процесс общения, извините, сам себя позитивно налаживает. Это факт. Друзья, ну, я так скажу, Женя – это тот тип человека, которому я бы сам лично доверился. Потому что когда, ну, это просто чувствуется. Потому что абсолютно, вот, хорошее слово, наверное, знаешь, бывают люди хитрые, которые вот ты прям общаешься и понимаешь, что не чувствуется какой-то искренности, доверия. Я вот, вот у тебя, я могу сказать, у тебя в хорошем именно значении слова ты бесхитростный, добрый, искренний человек, который вот, я бы тебе действительно тоже доверился. Я когда вижу, когда выложены вот эти, знаешь, старенькие процессоры, оперативочка там, и ты с такой любовью к этому делу подходишь. Ну, я, надо, дети приходят, я, ну, на тебе, вот, игрушечку посмотрю. Да. Да, дедерочки первые, ну, чё, их не жалко особо. Да, ну, я к тому, что я уже так, поскольку это все, ну, я уже беру, знаешь, я зачастую даже как-то, блин, очень много этого всего. Я, блин, с этим ничего не сделаю. Но я тоже, у меня там есть ванночки, я храню все это дело, иногда скапливаю. Но что-то, признаться, и утилизирую уже. Да, легко. Мы в Мариуполь отправляли, во многие там города, просто вот комплектики таких букв, просто вот детям какие-нибудь там бюджетненькие супер. Что больше всего тебе нравится делать? То есть, телефоны, ноуты, там, не знаю, что-то, видишь? Мне нравится, вот, честно слово, апгрейд ноутбуков. От состояния, когда он... От заводских, грубо говоря, состояния, их такие простенькие, наверное, до, как бы сказать, до максимально возможного их, что они могут из себя выжать. Ну, апгрейд, процесс апгрейда мне очень, как бы сказать, нравится. Соглашусь, это один из самых приятных, потому что вот он был старичок, и реакция человека типа, он еще может что-то хорошее, еще долг служить. И выкидывать я никогда не посмел, если можно улучшить. Ну, шикарно, друзья. Все, я думаю, более чем подробно. Теперь, то есть, по сути, вот, хорошее такое, реализованное, ребята полгода трудятся. Я очень надеюсь, что у нас с Женькой получится классная команда. Вот, и Вадим тоже, если, как говорится, все получится. Хороших ребят нужно объединять. Я вот про что... Мы хотели, думали, привнести еще что-то, как сказать. И что можно еще привнести свое, попытаемся что-нибудь, может... Однозначно, я так скажу, каждый новый член команды, то есть, ну, предположим, у нас все хорошо, вот. Вот в том-то и фишка, то, что каждый новый член команды добавляет свой жизненный опыт, умения там, там, 3D всякие штучки, какой-то опыт, и мне кажется, это просто невероятно круто, и... Соглашусь. Вот, и, как говорится, что себя могу сказать, то, что людей, которым можно будет помочь, будет достаточно. Вот, это точно, друзья. Ну, вот такая вот мастерская, так что пока, да, пока что, действительно, можно к ребятам забежать, это будет вообще супер. Спасибо, что посмотрели. Все, Женька, не отвлекаю. Черканите, что вы думаете вот про таких ребят. Мне кажется, это, ну, действительно, очень-очень круто, когда человек занимается любимым делом, вот. Ну, это крутяк, это крутяк. Так что, напишите Женьке что-нибудь классное в комментариях, он это читает, вот, я думаю, ему будет очень-очень приятно поделиться вместе с вами, вернее, ему было приятно поделиться вот своим таким миром, вот, а вам, я думаю, несложно будет поделиться хорошим, добрым комментарием. Ну, и про подписчиков тоже не забудьте, потому что, особенно если вы воронежцы. Воронежцы, правильно? Воронежцы. Все, как-то так, друзья. Это я. Женек, ну и скажи напоследок что-нибудь сегодняшнего ролика ребятам. Они сегодня посмотрели про твою мастерскую. Что я могу сказать? Было тяжело тогда, было хорошо, и будет еще лучше. Все, красавчик. Закрывать? Да, закрывать.